Всем привет, друзья! Попробуем телезрителей. Деревня Колобово, Муромцевский район, где-то там в окрестностях озера Данилова. Гляньте, какой мусорный бак, ничего себе огороженный. Прямо на выезде. Такое еще не видел. И тут же полуты меня хотят сожрать. Проедем по этой дороге. Говорят, что эта деревня полностью разъехалась, а теперь здесь селили приезжие. Приезжие необычные люди, говорят. Вот интересно, может быть, кого-то встретим и нам расскажут. Вот видим там уже какую-то красоту. Здесь вообще места силы, конечно, очень много таких необычных людей. Может быть, верующих, может быть, просто каких-то духовных. Мы видим уже красивые дома впереди. Кто знает, что тоже комментарии напишите. Может, знакомые здесь есть или так информацией обладаете. Вот мы едем с Кыштовки по работе. В Карабузу сгоняли, разгрузились. Кое-что там мебели привезли по заказу людям. Вот гляньте, какие домики. Вот видите, и теплички там, огородики, крыша новая. Вот домик, смотрите, какой. Иван-чай, смотрите, как растет. Сплошь. Вон лошадка, вижу. Даже людей есть. О, какой крутой дом. Мощный. А вот тут поле, смотрите. И вон там домик вдалеке. Такой интересный. Тоже, видимо, по хозяйству, что ли, это домик по ихним. А вот старые дома я вижу. Покосившись, там уже никто и живет. А вот смотрите, сколько хрена, гляньте. Можно наделать, хренадеры сколько. Помидоры как вырастут. Честно, с песночком, с перчиком. Гляньте, сколько. О, может огурцы и соли, да, Юля? Там у них вот Нивы есть. Про бездорожье как раз эта техника хороша. Тракторок, грабли. Тут какая-то печка, наверное, гараж отопляется зимой. Вот такой домик. Крутой. Здесь все заросло, там красивая такая сосна. Там вот домик, крышка торчит. Там все компьютер заросло. Это колодец, походу, маленько подгорел. Видимо. Малые идут, наверное, поэтому... Здесь в 3000 что-нибудь подключено. Вон тоже домик старинный такой. Причем живут люди не как дача здесь, а постоянно живут, говорят. Это мы в Карбузе узнали. Вот тут тоже дровник, все дела. Смотрите, какой лес слой у них, ойных, деревьев. Это, например, как мы в Теремисы наехали, помнишь, в Тульской области, так же заросшая. Там впереди видна тайга, бор. Оля, деревья высокие, разрушаются над березками. Там, наверное, живет медмедь, рысь какая-нибудь. Вот дом еще, смотрите. Кто-то здесь жил, смотрите, может это ваш родной дом. Даже еще одно окно целое, остальные все уже это стекол. Вот улица была раньше, видать, когда здесь Ременюшкина, Смиристая велика, скорее всего. Вот вам покажу вот так. Дальше, ближе, вот домик еще, смотрите, какой. Вот домик. Короче, все, природа берет свое. Видите, какая травище, просто два метра. Крапива много, вот. Линия еще здесь электропередач живая. Вон еще, видим, впереди мощный дом тоже. В общем, жилой, пока увидели один дом. Там еще штука интересная какая-то. Что за такая крыша интересная, тогда больше всего интересно смотреть. Необычная. Вон, такой бор, а там еще и дом, бору. Видим, о. О, какое растение, узнаете? О, ага. А то любители приедут сюда с Гуа. Вот здесь была усадьба чья-то. Видите, это, видать, ранетка осталась. Столбы там бетонные. Какой лес там красивый. Малида, да? Ага, у малины точно проехали. Вот, а видите, какой бор. Там сейчас грибы по-любому уже есть. Ну вот, видите, какие дома где-то. И вот интересный домик. И вот такой дом крутой, смотрите. Смотрите, какой обалденный трехэтаж. Да, Муромцевский район такой необычный, чудесный, волшебный. Места силы. В Крыштовском районе вообще такого нету. По менее. Это что за растение узнаете? Смотрите. Кто давно живет там где-нибудь в Германии, у вас есть такое растение? Помните? В детстве. О, видели? Запах детства. Со штанов отдирали. Помните, с варежек там зимой, когда на горке катались? Может сюда проехать, смотрите. Торога есть. Тут поле с картофангой. Классно. Новый дом совершенно. Нет, дорога уже есть. А, тут пчелы, пасека. О, пчелы. Сейчас нас тоже не пчела. Это женщина. Ага. Тут какая-то хозяйка здесь есть. Фу. Походу пчела. Походу пчела. Ага. Здрасте. 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 Пасека. Пасека. Здрасте. А меня попросили люди поснимать деревню Колового, кто давно здесь жили. Вот. Алисей говорит, заедь. Я как бы немножко блогер такой, местно-деревенский. Вот. Мы с Кыштовки. А, с Кыштовки. Да. Знаете Кыштовку, да? Да, да. Ну где-то я знать не знаю, но я как бы в курсе с Новосибирской области. Да, да, да. Угу. Ваши козы в Новосибирске ходят вот здесь вот у нас. Ого. Ничего себе. В какой-то деревне, это неделю-две назад появились, и они на обрыве так живут, а хозяева за ними не приходят. Они скажут, там какой-то дом интересный. Что такое за дом? Необычный. Круглый дом, как бы говоря. Ага. Но там хозяин должен быть. А, он живет там постоянно, да? Да, живет. Ну он как бы сейчас в Омске просто. Он сейчас это самое. Ага. Там приехал отдохнуть. На лето, да? Он приезжает жить там. Как дача. Живет там? Да, да, да. Здорово. А вы тоже постоянно где живете? Ну я постоянно вот это в моей жизни. А, строите? Строите новый дом. Я строю дом. Ничего себе. А вы с кем живете? Одна. Ничего себе, круто. Не местные, да? Ну как бы да, не местные. Ну сейчас уже тут где-то около 14 лет живу. Ого. А тут местных никого не осталось? Местных нет, тут все. Литвы из Германии, я из Якутии. А как узнали, что сюда можно приехать жить? Ну, вот Слава первый приехал. Деревня год назад была брошена. Ага. Вот. И вот он приехал с Литвейной семьей. Ага. Вот. Вас как зовут? Валентина. Валентина Алексей и Юлия. Ага. Очень приятно. А у вас знакомость к Штовке тоже что ли? Нет, отсюда. Отсюда? Ну вот. Мы сейчас в Карбазе были, заезжали. По работе заезжали. Ага. А вы чем занимаетесь? А у нас магазин мебель бытовая техника. Ага. Вот развозим по деревням. Товар развозим. Понятно. Понятно. Так что диван надо будет, пишите в одноклассники. Ну ясно, хорошо. Если что, магазин на МИЧ называется наш магазин. Магазин на МИЧ. Да, у нас рассрочка, что удобно, есть полгода. Можем взять. Доставка бесплатная, оперативная. Я вот дом застрою уже, тогда буду обращаться. Выйдем это. Ноги разомним. Давай. Можно. Пчелы здесь едят. Красота. А это домик или банька? Это вообще как бы домик, потом будет гостевой домик. А, может к вам приехать пожить здесь? Да, лето. Вот как закончу домик, пожалуйста, будет гостевой дом. А вы не сдаёте? А то я могу контакт вас ждать, люди увидят, будут к вам приезжать. Ну это, знаете, дом полностью застроить. А, на будущий год рекламу дадим, да? Может быть, да. Заеду к вам, потом дадите рекламу. Хорошо, пожалуйста. Ну вот я и баню сейчас. Да, у меня тысячи просмотров, как бы смотрят люди в одноклассниках. Все наши, кто здесь местные. Мурамцевский, Кыштовский район, все смотрят. Ну хорошо. Здорово. А так, как бы говоря, вот уже... Можно прогуляться, посмотреть, да? Пройдите. Такой сад классный. А давай посмотрим колесо сначала. Сто лет уже нет. У меня там сильно бардак и не фотографирует. Ладно, хорошо. У меня, как бы говоря, и не это. Он профессионал, он быстро отвернёт. Да. Это, короче, бассейн китайский. Младый НССР. О, классно, тёпленько. Пойди, купались, да вы? Нет. Ну, как бы говоря, особо-то для поливни. Склажина там. А. Склажина качается. А это тоже ваше всё? Конечно всё. Ну, расскажите. Ну, как бы говоря... Расскажите, как вы там это посеяли, посадили, что? Сад. Про сад немножко, не стесняйтесь. Облепиховый сад вот. Облепиховый сад вот. Облепиховый, да? Вот облепиховый. Есть нынче? Ну, ягоды всегда просто есть. Вот они, облепиха. Здесь можно пройти, да? Да, проходите. Вот она, облепиха. Тут и мальчик, и девочка всё есть, да? Да. Вот она уже, облепиха. Ах, классные. Прям такие деревья ровненькие, хорошие. А вот там что за домик? Ага. Видите, вот в обрыве кожа-коза. Да. Коза-коза. А с той стороны, вон там, вон обрыв видите, там на нём кожа. Ничего себе. Вот за домом, да, там? А с какой деревни приходят? Не знаете? С Молокоснояркой, что ли? Они определили, что с Новосибирской области. Ааа. Может быть с Курганки? Не-не-не. Станили уже. А, вон как. Может быть пасут у нас здесь, просто наши. А что там интересного в этом лесу вообще есть? Ну, вон огромный вообще, борт такой этот. Туда дальше уходит, да? Ну, уходит дальше, да. А вы родились где вообще? В Иркутской области. В Иркутской, да? Угу. Всё понял. Вчера видео по новостям показывали вашего губернатора Иркутской области. Такой вроде уважаемый человек. Такой выглядит хорошо, бодрый такой. Красивый такой. Душица это, да? А? Душица, да? Душица, да? Душица. Ух ты. Ну-ка я понюхаю. Так, я так переступлю, да? Во. Душица, смотрите. Ребята. Настоящие. Разноцветные. Есть посветлее, есть потемнее. Ну-ка. Ваа. Класс. Чай. Душничка. Вот он какой. Смотрите. Я его трогаю. О, классный такой. А вот эти много шлюки. Красоты. Ага. Это костики вы здесь? Да, в кашу снизу. Надо. Даже на косилках? Да, это было. И все. Это вся земля сельсоветовская она, да? Нет. Собственно. Ну-ну. Как бы выкупили, да? Выкупили. Не в аренде, а выкупили. Здорово. Да. Дай бог. А вот там что такое? Не знаете, постройка вот этого? Это как бы дом вот постройки. Тоже, да? Да. Ааа. На сваях такой. На сваях, да. Ну место крутое такое. Реально. Очень хорошее. Вот там река. Ааа. Вот за домом река? Да. Бегунка или как называется, да? Ну, называется нет, она Тунгуска. А, Тунгуска вот это есть. Ну, ну. Ага. У вас машина, да? Нет, с соседями. А, с соседями? С соседями. А у вас какая-нибудь техника есть? Мотоцикл, велик? Нет, нет. Нужно никакой необходимости. Вам надо мопед купить срочно. Поехали. На мопеде классно села, поехала. Как в район выезжаете. Управлять умеете мотоциклом? Нет, мы все машины умеем. Управлять. Ну, ну. Просто на мотоцикле удобно. Раз села и бензина немножко. И быстренько сгонял. Бензина-то немножко, но там пыли будешь есть. Ааа. А это можно костюм камуфлировать надел и все. Потом постирал и приехал. Разжималась. 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 Уже пошла. Сжималась, да это? Да, ну на речку охота сходить. А здесь дорожка, да? Там такой дорожки трава. А, высокая трава. Ну, ну. Так интересно посмотреть. Ну, место такого необычного. У нас такие просто местные штопки нет. У нас нет хвойного леса. Да. И таких обрывов, таких интересных нет. Есть, но он подальше. В районе. А к тому. Ну, недалеко так не есть. У нас, видите, у нас это само поселение, ну, кроме. Да. И озеро еще вот это Данила. Ну, поедем дальше, посмотрим. С него. С него только принято. А я не понял, куда Куба. Эту паску заезду. Да. Этот фильм можете посмотреть. Алексей Замосковный в Одноклассниках. Интернет есть у вас? Ну, здесь вот у ребят есть. А, ну посмотрите. Запомните, Алексей Замосковный. Легко запомнить. Москва, а я Замосковный. Да, в Одноклассниках просто пишешь. И там заходишь в раздел видео. Вот цветочки покажу. А тут он перегной, видать. А это погреб, да? Да. Вот они, помидорки. А, это свистульки. Это акации или как их называют? Ух ты! Какие толстые свистульки. Зимой пойдите, заметает конкретно. Ну, ну, вот здесь вот чистят. Ходят же это. Отчистят. А, чистят вам, да? Взять на это же. От сельсовета, да? Да, да. А какой сельсовет? Корбузы? Курганка. Курганские, да? Ага. Курганка здесь же рядом. А в Малинкино, правильно? Да, в Малинкино. Там живут народ? Живут. Там, кстати, вот тоже. Постоянно живут, да, тоже? Да. Комплекс строят, туристические собирают строить. Ух ты, классно. Сейчас же есть федеральная программа, нацпроект развития туризма. Вы не пользовались, кстати? Нет. Оформляете пока, пока возможности есть. Дают очень хорошие деньги. Гранты. Отчитаетесь. Построите, отчитаетесь. А что? Не проблема это. Да. Будут, мы вам рекламу сделаем. И вы тоже, знаете, вы тоже снимаете в соцсети. Одноклассники очень популярны. Там все. Ну, хорошо. Вечером пришли все после работы, все сразу в Одноклассники. Что там нового? Люди же любят новости. Понятно. Не стесняйтесь это, да. Да. Поэтому это, реклама лишней не бывает. Реклама движитель торговли, сами знаете. Да, да, да. Я вот свои товары рекламирую, рекламирую, мебель, например, да. У меня сегодня купила мебель в Карбазу. Девушка, получается, вообще с Владивостока, да, Юль? Да. Купила своим родственникам в Карбазу. То есть, ну, онлайн переводом делают, например, да. Прочитались, например, и все. Вот такие дела. Ага. Так что Одноклассники помогают. Мы снимаем фотки, видео. Почаще видео так же, как я показываю. Не стесняйтесь. Вот так, смотрите. Всем привет! Я отсюда, там, с деревни Колобово. У меня пчелы, у меня козы. И начала рассказывать все. Когда включаешь камеру, рассказываешь. И появляются и слова, и предложения. Ну, ладно, будем знакомы. Вам развитие. Всего хорошего. Поедем дальше, посмотрим. Давайте. Да. Алексей и Юлия. Ага. Здорово. Мы влюбились в ваше место. Будем вам рекламу давать. Ага. Вы туристам, короче, все что рады, да? Будем развивать. Мы и так, как бы, говорили. Просто показалось, что поехали искать место и возможности. Угу. Угу. Понятно. А этого дяденьку как зовут? Андрей, да? Ага. 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 Ну, круто, да? Так жить, приехать жить из Иркутской области. Одна, Сибирь, Тайгу. Тут елочки вокруг. А вон тот еще про домик мы не спросили, да? Вон, смотри, какой домик, ребята. Смотрите, какая крыша там интересная. Вот она строит. Живет, наверное, в том маленьком, а на этот строит большой. Будет сдавать. Ага, вот картошка, гляньте. Большая картошка. А вон там еще маленький, наверное, как банька будет. Смотрите, крышка высокая. Так, а где мы пройдем к тому дому? А вот здесь надо. Где дорога, наверное, да? Ну, наверное, могла. Да, Андрей здесь живет, да? Да. О, здесь вообще что-то проехать. Ай-яй-яй. Ну, пешком тут надо. Ага. Может, может, с другой стороны. А есть, дорожка же есть. В общем, это нарвемся там на какой-нибудь гвозди. И нас отругает же, что топчем здесь. О, какая травища. А тут у него гараж прям. Да там же можно вон развернуться. Экологию наружу. Ага. Где сюда? Подверну так. Тут стену на прошлом. Ага. Ой. Давай прогуляемся. Здравствуйте. Какая красота. Вот наш УАЗик добрался. А вот те домики вот там. Вот, это ребенок. Ну, с ребенком позорвался. Ну. Ну, иди. Тут, тут сено. Ну. Чтобы не повредимся. Видите, какое сухое оно. А, классно. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, можно к вам, да? Да. Ага. Да, мы с дороги, с трассы увидели, у вас необычный дом. Ну. А, у вас. День дольфа. Поснимать. Просто. Андрей, значит, меня попросили поснимать народ, которые раньше жили в Колобово. Алексей говорит, поснимай деревню Колобово. Вот я заехал поснимать. Раньше, это как, сколько лет назад? Ну, меня попросили сейчас буквально на днях. Вот, поснимай. Я тут ездил, приезжал, тоже деревню снимал в сторону Мурнцево. И говорит, поснимают Колобово. Мы сейчас вот пообщались там вот с девушкой. Она говорит, никого местных не оставит. А местных никого здесь нету? У нас здесь дача. Ну, 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 вот так людям мы расскажем. Так что, уважаемые подписчики. Вот так. Андрей, а вон там домик интересный, мы не спросили у Валентины, кто там живет, тоже не местный? Он там с этим домиком. Ну, они здесь постоянно живут. Постоянно, да, уже? Семой, постоянно. Хозяйство, они прям скотина поди каймить. Скотину здесь никто не держит. Не держит, да? Они не привязаны где. А, ну, ну, ну. Они ее видели, мы вначале, когда заезжали. Конь там выглядывал. Здорово. Сена. Копьешка такая интересная. А вас дом как, в таком стиле просто построили, да? Да, в таком стиле, да. Здорово. А можно вокруг обойти и поснимать? Да, можно, конечно. Хорошо. Такое никогда не видел, тем более в Сибири. Привет. Я Алексей. Тебя как? Настя? О, классно. Настя, покажи свой дом. Расскажи, покажи, сможешь? Настя, ты знаешь блогеров? Ну да. Я блогер. Здорово. Ютуб. Ну, покажи, Настя. Расскажи. Кто его построил дом? Да, я сама не знаю, что. Но здесь строители. А. Да. О, какой мягкий. Строители, короче, строили. Не папа, да? Не, не папа, но он помогал. Помогал папа. Угу. Нравится тебе этот дом? Да. О, классный. А здесь у вас теплица, да? Да. Там помидоры растут? Ну, там все. А, а кто еще в вашей семье живет? Мама? Мама, но она гонка здесь, и папа. А, а сестренка, брат, братик? Нет, брат есть, но он тоже там. Это наша дача. А, как дача, да? Да. Вы сейчас вдвоем с папой, да? Ну, круто, ну, пойдем. Тут еще есть телевизор. А, как приезжают друзья, да? Они приезжают. Ну, ну. У меня подруга качит. А, а где она живет? Да, в доме, видишь, там все равно. Там она... А, в том доме? Да. А, уехали. Уехали, да? Я и Алексей. А, ну, здорово. А с этой стороны посмотрю еще. О, тут вообще, тут вообще стена сделана, да? Угу. Прикольно. Юля, смотри. Тут стена. Саман, да, назывался? Соломиноблочная. Ничего себе круто. Ни разу не видел в жизни. О, интересно как. В школу ты ходишь? Да, ну, пойдем. Идешь в первый класс? Да. А кто живет в полаке? Кто живет? А, ух ты. Ничего себе. Кайфуете, короче. Да, здесь полный. О, тут представляю, какое небо. Космос. В школу пойдешь? Или дом больше, типа? В школу пойду. Несколько годов получишь, а потом в интернете. Угу. Угу. Подождите, подождите. Угу. В школе, да? Да. Чтоб понять, что. Андрей, печь какая, кирпичная печь, да? Кирпичная, да. О, здорово. Можно хлеб выпекать, да? Ну, да. Прям сложно такая, как русская, русский стиль. Нет, у нас была русская, сейчас сложная попроще. Ааа. Шлифовка нету. И грамотно. Если что, в каштовке могу дать, есть хороший у нас? Ну. Вообще классный есть. Если нужно. Да, быстро, за день сложат прям вообще. Два человека есть хорошие. Можешь мне написать, если что, в однокласснике, Алексей Замосковный. А, в однокласснике. Это видео будет, как раз я вот про Валентину рассказал, посмотреть. У вас есть интернет здесь? Да, конечно. Можете зайти в одноклассники, не зарегистрирован? В одноклассниках нет. Одноклассники, на самом деле, это самый народный сайт, самый популярный. То есть все деревня. Курганка, Корбиза, Кыштовка, Мурунсово, все деревня, все там сидят в одноклассниках. То есть вечером приходят, после работы там покушали, дела поделали, там траву покосили, картошку там отяпали. И все в однокласснике. Я обычно видео укладываю, у меня просмотров тысячи просто. Даже десятки тысяч. Бывают некоторые видео, сотни тысяч просмотров. То есть YouTube мне не интересен особо. YouTube это как бы такой, знаешь, заграничный. Там заграница, Москва, вот эти все смотрят, как бы не наши. А здесь как бы такой наш родной, сибирский, как бы. То есть все друзья, как бы, все подписчики, все наши здесь. Все знают нас, да. Вот, например, я сейчас рассказывал Валентине. Мы сейчас увозили, у меня магазин мебель, бытовая техника, Кыштовки. Увозили, с Владивостока заказала девушка мебель. Мы в Корбузу привезли, она платила по карте. Вот, то есть доставили мы просто и все. То есть люди смотрят. Удобно, что в одноклассниках у нас тоже есть фотообзор, видеообзор наших товаров, как бы. И заодно такие видео снимаю про деревня. То есть где бывает, потому что езжу часто, то есть возможность имею, что поехать и просто поснимать. Дорогу, да, я, по-моему, в прошлом году с помощью соцсетей организовал строительство дороги от Кыштовки, от Малокостноярки до озера Данилово. Там дорога была убитая. Метры были, колеи. Вот, ну ничего, власти отреагировали. Меня все знают, там главы, замы. И помогли нам, короче, сделали дорогу хорошую. Два дня грейдера работали, и сейчас дорога отличная. То есть от Малокостноярки до леса озера Данилово. А вот где вот, где лес, большие рытвы надо продолжать делать. Прям вот мы сегодня ехали, очень много воды набралось. Прямо колесо почти скрывает. Вот. Ну да, ну это очень похвально. Да. Нам такого человека здесь не хватает. А я вот, Валентина, мы с Валентиной договорились, короче, что вот она как сделает, на будущий год застроит, чтобы были у нее туристы. Я еще раз приеду, поснимаю, дам ее контакт, как бы телефон, все-все. Чтобы и покажем там, где можно переночевать, там, может, банька там какая-то будет или еще что-то. Ты тоже, если хочешь, развивайся, я поснимаю, приеду. Будет тысяча просмотров, будет, и объясним, где дорога, что через Мурненцу можно проехать, через Омск, можно через Кыштовку, через Чины. У меня Алексей Замосковный. Легко запомнить, Москва Замосковный, такая фамилия. У меня дед, дед, дед приехал из Сибирь, из-под Тулы. Ты Низовой знаешь деревню? Знаю, конечно. Вот у меня дед был больше 30 лет директором совхоза Низовского. Он когда с Москвы приехал, его комсомольцам отправили сюда, в Сибирь. Вот он сначала был директором МТС в Низовой, а потом директором был больше 30 лет. Он Низовую эту построил с нуля. Она была совхоз номер один. Вот такой дед был крутой. Коммунист, честный такой, знаешь, прям вообще. Да. Но у меня дед тоже... Ему только достался от этого колхоза ГАЗ-69 старенький, больше ничего. Ну и дома мы бесплатно в Уронсово построили, как бы, как директору. Так. Все этим и крутил. Ну. У меня дед тоже сынный, но он из Польши. Ну, а, кстати, да, ты немножко на поляка похож, нежность, да. А фамилия как? Фамилия Клещенок. У меня дед по отцу, как бабушка из Белоруссии. А-а-а, смешанный, короче. Ну, да. А у деда так Клещенок была? Клещенок, да. Фамилия интересная такая. Ну, в Белоруссии много с такой фамилией. А, ну-ну-ну. А те, которые, их предки именно чисто с Польши... Его дед, какая фамилия, не знаешь? Янушевский. Янушевский. Это, да, это польская уже фамилия. Да. Ну-ну. Вот замосковный, Янушевский, так и на и окончание. Это либо польский, да, либо польский, либо еврейский. Но именно потому, что Москва у меня есть под Тулы. Я ездил, причем нашел, также видео снял. Есть у меня фильм, можешь посмотреть, кстати, загруженный. Как мы нашли деда, который даже отец мне не знал, что там дед остался у нас. Во время войны все это как бы переизменилось, да? И мы нашли этого деда, он живой был еще. Мы его сняли на фильм, тоже очень крутой получился. Именно под Тулы, там недалеко от Тулы, нашли деревню. Я сейчас Юле говорю, мы вот ехали по вашей траве. Там такая же трава, только было где-то два или три. Борщевику такой, огромный. Я как раз купил новую машину, и мы ехали. Мы думали, ее поцарапаем. Хорошо она была у нас в грязи, и эта грязь, знаешь, защитила. Сухая грязь. Да, он просто ехал так, все скребло. Но все равно мы доехали до этой деревни. Думаю, хрен с этой машиной, доедем все равно. Да, здорово. Да. Круто вообще найти. Да, корни. И там, где наши все предки жили, у них дуб огромный стоит. Прямо Юля видела. И там мы прямо, может, в эту дубу сидели. Осталось всего два дома в этой деревне. Прикинь, во время войны все там разрушено было. Очень много погибших там было, и все. И осталось, можно сказать, после перестройки, после всего этого, два дома. Как бы центральная Россия, она столько там деревня. Хотя раньше был огромный колхоз, и огромное было поле, короче, яблок, вишни, черешни. Это всего было полным-полно. А сейчас все в запустении, все позарошло. Так же, как и здесь, вот, была огромнейшая деревня. Да, Колобов, да? Колобов, да. Со школой. А школа, не знаешь, где была, в каком месте? Здесь вообще мы ничего не знаем. Просто место нашли, да? Да. А кто первый здесь житель посеверства? Первый, это Слава, как раз, от Колесников. А он сам родом, откуда вообще? Они в Кодессе, приезжие, издалека. Ага. Он из Московской области. Ага, с европейской части, короче. Да, супруга у него из Латвии, да? Ага. Прибалтика, короче. Да, из Прибалтики. Ну, он с Европы, с европейской части. Приехали в Сибирь в такую красоту. За звездами наблюдать. У меня теперь мечта, знаешь, какая? Приехать в эту, в Карбезу к 8 утра, послушать колокола. Да? Знаешь, там циркушка есть? Ну, да. Но я не слушал, что... Да. Каждые 8 утра, мне часто сказали местные люди, которые мы в мебель привозили, нам рассказали. В 8 утра звонят. Причем там несколько колоколов, такие, небольшая циркушка, деревенская. Как вот в твоем, типа, стиле. Такая прикольная. Да. И мечтаете теперь, конечно, еще и на звезды посмотреть у вас где-то приехать здесь. Где-нибудь полежать вот здесь хотя бы. Да, здесь приезжайте, конечно. Приедем, Юля, на звезды посмотреть. Все обещаешь? С палаткой. С палаткой, да. Так, может, здесь останемся? Не, нам надо... Мы сегодня до Куневых решили съездить. Ни разу не были. Ни разу не были? Ни разу не были. Вы там не пожалеете. Да? Ты бывал там, да? Конечно. Ну, там праздник ежегодно. Угу. 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 Долгой недели, короче. Да, и туда как-то... Это было, наверное, лет 8 назад. 7 тысяч народа, туристов приехали. Ого, ничего себе. Это сколько лет назад? Ну, лет 8 назад было. А-а. Такой пик был посещаем. Ничего себе. Ну, такие... Мы тоже там были? Да, ну, мы каждый год ездили, когда здесь. Угу. Мы все поселились. А вы по вере православной вообще? Да, мы никакой к вере себе не присоединили. А-а. Все понял. Думаете, что человек произошел все-таки там из океана? Да как, ну, человек произошел не случайно. Угу. 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 У каждого, видишь, своя же. Свои понятия. Россия большая, поэтому вера в распорядание очень много. Да. Вот такие дела. У него как раз такое место, где все конфессии уживаются тесно и мирно. Угу. А у вас вода какая-то, скважина у вас? Скважина, да. А можешь вынести попить? Почувствовать воду? Да, ну, конечно. Вода, конечно, идеально, конечно, самое вкусное это с озера. Данилова? Да. Ну, вы сейчас там искупались. Скважина, честно говоря, не очень, да? Она у нас больше как техническая. А, вон как, все понял. Чтобы пить, мы ее озонируем. Ага. Потом уже пьем. А с Данилов тоже вы привозите пить? Данилов, ну, привозим, да. По возможности. По возможности, да. У тебя транспорт какой-то, да? Сейчас нет, но вот так. Тоже тебе мопед надо? Когда время здесь. Я Валентине посоветовал тоже, говорю, купи мопед, говорю, удобная штука, сел, поехал. Когда жили, здесь машина была пустая, но мы сейчас не живем здесь. Ну, ну. Мы куда-то ходим все. Ага. Так, если здесь без транспорт, то я не... А зимой приезжаете сюда иногда? Зимой нет. А, до Новый год? Пока нет. Не получается, да? Если зимой ездим, то куда-то в другие места. А, ну, понял. Наверное, в Гуа, скорее всего. Да нет. Мы были в Гуа. Ездили, да? Да. Мы в Гуа. Ну. Там много такого народа интересного, необычного. Угу. Вот. Туда прям тянется народ тоже. Терри прям возле туда уезжают? Да. Да, у нас лишних, да, что ли. По полгода живут, зимуют, уезжают, где-то вообще годами живут. Да, много единомышленников. Угу, да. Мы маленько не поняли этого всего. Мы православные чисто. У нас бабушки, дедушки воспитывали так, поэтому. Немножко мы... Нет, это уже интересно. Интересно, конечно, было. Ну, еда мне в Индии не понравилась. Честно говоря. Лепешки эти пережженные. Потом рис какой-то странный. Рыба какая-то странная. Ну, не зашло мне. Мне в Таиланде, например, больше нравится еда. Мне понравилось. Ну, некоторым нравится, да, вот. Там на любите еда, у них приправы. И очень остро сильно, да. У меня постоянно изжога была. Мне даже сейчас почувствуют изжогу. Я в Южной Корее живу. Да, вообще, чтобы покушать. Да, сначала стакан холодной воды выпить. Ага. Покушать и потом сверху запить. Ага. Желательно молоко. Пища настолько острая. Везде красный перец. Во всем. Иван, чай это самое не делаете? Делаем. Делаете, да? Делаем. Как это называется? Ферментация это? Ну, да. Ферментировать надо. Так как трава, он невкусный. Ну, ну. И может только листья негодные. Цветы же негодные, да? Ну, листья, да. Листья. Тут с цветами делают. Пару дней ферментируешь, говорят, а потом уже как через мясорубку перекручивают. Технологий несколько. Много, да? Я вот под прессом его делал, чтобы через мясорубку не крутить. О, прикольно. Главное его выжить. А, ну, чтобы сок вышел. Да, чтобы сок вышел, потом в тепле в теплице проферментировать. Ага. Потом уже становится, у него вкус появляется. Вон что, ферментация дает вкус именно. Да. Мы ни разу не занимались, не делали. Хочется попробовать как-нибудь. Ну что, погнали? Время идет. Мы дорогу покажем назад. Ну, ладно, давайте. Все тогда. Что, муж, пару слов там скажешь? Туристы нужны, тебе не нужны пока? Пока нет, но... Ну, если надо будет, напишем, сделаем рекламу. Я запомню, да, я запомнил вконтакте. Ну что, там, миру пожелаете что-нибудь? Да, конечно. Ну, а ты самое главное, скажи, что мы людям. Как блогер настоящий. Ну-ка, давай. Свои слова по-честному, по-доброму. Как от души. Кто любит доброту и красоту, тот подписывается и ставит лайк. Вот такое, давай сделаем так. Огонь!